Священник сказал, что вопрос о целесообразности введения наказания для геев должен решать народ, скажем, на референдуме. Дело в том, что чуть ранее ввести уголовную статью за мужеложество предложил известный актер, режиссер, а когда-то и священнослужитель Иван Ахлобыстин. Он обратился с открытым электронным письмом к российскому президенту. Как верующий человек к верующему. Пишет Ахлобыстин, что действующего закона о гей-пропаганде недостаточно, что если меры не ужесточить, то геи получат статус социальной группы и так далее. Письмо появилось в рождественские праздники. В своем твиттере Иван Ахлобыстин высказался, что день рождения Христа – это самое время приводить землю в порядок. Что касается Всеволода Чаплина, то, по его мнению, подобного рода, с позволения сказать, контакты должны быть полностью исключены из жизни нашего общества. Позиция православной церкви по голубому вопросу всегда была однозначна. Как бы политически не было выгодно или невыгодно принятие однополых браков или вообще даже допустимости свободной любви, церковь всегда была и будет против и всегда будет считать браком только союз мужчины и женщины. Если за хорошее качество дорог, если за хорошее качество обслуживания за европейское государство нам придется поплатиться однополыми браками, то пусть лучше этого не будет. Пусть лучше у нас будут плохие дороги, пусть лучше у нас будет плохое качество обслуживания, пусть у нас будет какая-то бюрократия, но зато нравственно наши дети будут расти в традиционном нравственном государстве. Краткая историческая справка. Председатель ОГПУ Генрих Ягода в 1933 году направил Сталину докладную записку о том, что раскрыто несколько групп в Москве и Ленинграде, которые занимались созданием сети салонов, очагов, притонов и других организованных формирований педерастов, с дальнейшим превращением этих объединений в прямые шпионские ячейки. Сталин был краток в резолюции, надо примерно наказать мерзавцев, а в законодательство ввести соответствующее постановление. Статья держалась в уголовном кодексе до постперестроечного 1993 года, а потом понемногу как-то сошла на нет. Россия, таким образом, по мнению тогдашних политиков, становилась ближе к Европе. Даже звучит как-то двусмысленно. Теперь в нашей стране идет речь всего лишь об уголовной ответственности за пропаганду гомосексуализма. Он был внесен в Госдуму лет так 10 назад и с тех пор продвигается ни шатка, ни валка. Однако есть закон о запрещении такой пропаганды среди несовершеннолетних.